Дорогие братья и сестры, сегодня у нас великое событие, праздник Крещения Господня. В этот день мы вспоминаем о том, как пророк Притеча Иоанн крестил Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан. Это событие находится в тесной связи со всем Божественным замыслом о спасении людей. Оно стало признаменованием и основанием возрождения каждого христианина водой и духом в Таинстве Крещения. Крещение Господне произошло на реке Иордан более двух тысяч лет тому назад. В то время там проповедовал и призвал к покаянию людей великий Божий пророк Иоанн Притеча. Многие иудеи приходили к нему креститься, чтобы очиститься от грехов, услышать его слово. Но Иоанн Притеча не крестил всех тотчас. Он напоминал, что перед очищением иорданскими водами надо исповедовать свои грехи. Но вот на Иордан пришел Христос. Иоанн Притеча увидел его и сказал своим ученикам. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть вот Спаситель, которого мы так ждали. Иисус Христос, будучи безгрешным, пришел, чтобы принять от Иоанна Крещение, как и все другие люди. Иоанн вначале не решался крестить Христа, но затем повиновался призыву Спасителя. Как только Христос сошел в воды Иордана, открылись небеса, Иоанн увидел Духа Божия, который в виде голубя спускался на Христа. А с неба услышал голос Бога Отца. Это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Праздник, который мы совершаем сегодня, имеет и другое название – Богоявление. «Ведь при Крещении Спасителя, Единый, всемогущий Бог, Творец неба и земли, впервые явил Себя людям в трех ипостасях. Бог Отец голосом Своим, Бог Сын крещением в Иордане и Дух Святый схождением в виде голубя». Поэтому в крещенском богослужении Церковь говорит нам о том, что в этот день Троическое открылось поклонение. В Иордан погружались и грешники, и Христос. Но для первых, это было крещением покаяния и прощения. Люди сходили в Иордан, чтобы обмыть свои грехи. Христос же вошел в Иордан, чтобы осветить в одно естество, как и говорится в богослужебных текстах. Освященная вода затем была призвана осветить весь видимый мир, землю. Христос пришел на землю, чтобы принять грехи всего человечества. И потом, при крестных страданиях, через смерть на кресте, победить грех и смерть. Освящение, преображение воды, тварной стихии, стало залогом и началом будущего преображения всего творения и, главное, человека. Его рождение в духе и земной материальной тленной жизни, в жизнь вечную. Этот залог жизни вечной человек принимает как дар, который далее призван раскрыть. Праздник Богоявления или Крещения Господня занимает особое положение среди двенадцати великих праздников Церкви. Напоминает он нам и о нашем духовном рождении в день, когда священник треократно погружал нас в воду в таинстве нашего Крещения. Напоминает он обещаниях верности Богу, которые мы дали у святой купели. Человек в зрелом возрасте это делал самостоятельно. За младенца же обещания произносили крестная мать или крестный отец. Для христианина, говорит отец Церкви первых веков, святой Кирилл Иерусалимский, вода Крещения являются и гробом, и матерью. Гробом для его прежней греховной жизни без Христа и матерью его новой жизни во Христе, его Царстве вечной жизни. Крещение дверь из Царства тьмы в Царство света. На праздничной литургии в этот день Господень мы слышим удивительные слова. «Кто крещен во Христа, тот и облачен в него», то есть облечен в ризу Христовой праведности, уподобляется ему, становится участником его святости и божественной любви. Беда многих христиан в наше время заключается в том, что они мало трудятся над тем, чтобы ярче разжечь в своих сердцах полученный дар благодатной любви. Часто этот дар забывается в суете повседневной жизни. И сегодня мы, размышляя о крещении Господа на реке Ордан, воодушевляемся и вновь исполняем все усердия жить по Божьим заповедям. Воспоминания о событии крещения Господа Иисуса Христа на реке Ордан Церковь ежегодно совершает чин великого освящения воды, который бывает как в крещенский сочельник накануне, так и в сам день праздника. Верующие люди употребляют крещенскую святую воду с благоговейным воспоминанием о событии этого великого праздника, а также с усердной молитвой. Ведь в нашей духовной жизни подкрепление нам Господь дарует святыни, которым мы можем с благоговением прикоснуться и укрепиться в подвиге благочестия. Одной из таких святынь является крещенская вода. Иногда люди, не до конца понимая суть праздника, богоявления, используют крещенскую воду, сознавая за ней особое свойство, таинственное свойство, которое сообщается ей при освящении. И это, с одной стороны, вполне естественно. Но не вода сама по себе дарует на помощь, а благодать Божия – нисходящая в момент чина великого освящения воды на праздник крещения Господня. Если мы с искренней верой и усердной молитвой обращаемся к Богу, то Он дарует нам свою помощь, в том числе и через святую воду. В Древней Церкви праздник Рождества Христова и Крещение Господне были единым праздником. Со временем они были разделены на два самостоятельных, а 12 дней между ними стали днями особой радости о явившемся миру Спасителе. Дни Церковного года от праздника Рождества Христова до крещенского сочельника называются святками. В святки люди посещают друг друга, чтобы поделиться радостью о родившемся Спасителе мира. Обослужение в храме носит особо торжественный характер, напоминая о Христовом Рождестве. На вечере к крещению Господне или, другими словами, крещенский сочельник завершает святочные торжества. Но радость о родившемся в мире Спасителе верующие сохраняет в своих сердцах во все дни года. Каждый великий церковный праздник – это важный духовный урок и для каждого из нас. Поэтому, празднуя крещение Господне, будем напоминать себе о данном нами при крещении обещании любить Бога и ближних. Поблагодарим Бога за то, что достоил нас духовного рождения в таинстве крещения и призвал в свое Царство вечной радости. Постараемся жить так, чтобы стать достойными этой великой милости Божией. Дорогие братья и сестры, Господь пришел в этот мир, родился от Девы Марии и крестился в реке Ордан от святого Иоанна не просто ради спасения человечества, но для личного спасения каждого из нас. Поэтому дай нам Бог не остаться безответными к этой великой Божьей любви, но все более и более возрастать в нашей духовной жизни. С праздником! Со святым! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова